Всем привет! С вами Руслан Халецкий. Дмитрий Крылов. Да, да, да. Итак, вы задали ваши вопросы, сейчас Дмитрий на них ответит. Итак, поехали. Вопрос номер один. Как тренироваться на ПКТ? Снижать нагрузку, стараться удерживать силовые результаты, пытаться прогрессировать в них. Вот мой взгляд на этот вопрос. Ну, однозначно можно сказать так, после завершения любой терапии, медицинской, назовем это так, да, существует период, когда по инерции еще какой-то период времени все можно держать, держать показатели, назовем этот период около трех недель. То есть после завершения 3 недели вполне можно тренироваться в таком же режиме абсолютно и даже повышать показатели и так далее. Но потом наступает состояние отката, то есть когда гормональные формы начинают меняться, уровень тестостерона начинает падать. И в этот период организм, конечно, не способен воспринять прямогрузку, которая была. Я рекомендую, если, допустим, вы занимались 4 раза в неделю, то количество тренировок ограничено, да, трех раз в неделю, продолжительность ограничено до 40. Пытаться в этот период поднимать разовые веса, ставьте рекорды, совершенно необходимости не нет, потому что вы просто формируете свои завязки. И, наверное, скажем так, заниматься надо со средними весами интенсивно, на, скажем, большое число повторений. И в этот период желательно дать организму как раз немножечко отдохнуть. То есть рекомендуем откататься в 3 кода, в больших лицах, сократить продолжительность тренировки, не убивать организм, потому что ничего, кроме тренировок, в этот период, когда будем щадящим лежим и запастись терпением, чтобы форма улучшится. По-другому быть не может, но вану, поверьте, а вы все вернете, даже большие плюсы. Так что на вопрос, надо ли там удержать этот вес, пытаться. Знаете, часто бывает, вес падает, это тоже нормально, бывает, спад несколько килограмм, то есть и бояться этого не надо, потому что если вы будете это держать, то, скорее всего, держите именно жир. Поэтому, да, поэтому, да, лучше немножечко сбросить, чтобы потом компенсировать все назад. Скажи, вот как раз в 3-недельный период, а в условиях длиной эфиров, все-таки, может быть, после более длинных эфиров, может, дольше этот период практически на короткий? Ну да, это вообще такое общее такое, то есть здесь зависит уже непосредственно от того, что это применилось. Как говорится, но, скажем, 3 недели такой срок универсальный, при коротких и при дридах однозначно это сработает, потому что, ну, в принципе, нам я все равно не рекомендовал более 4-х недель и, скажем, 2 недели, даже если эфиры были короткие, как бы на такой период, тогда еще тоже можно чуть-чуть продолжить, еще на 1-ю недельку, потому что получилось в следующий недель. 3 недели еще был суперменов. Да, да, это можно так сказать, назвать. 3 недели у суперменов. Хорошо, скажи, пожалуйста, следующий вопрос по этой же теме. Человек спрашивает про первую прокуратуру, первый конкурс. Твои рекомендации, ну, когда стоит попробовать, там, в целях результатов? Так скажем, вообще частая ошибка новичков, человек приходит в зал, умеет ничего, ничего из себя не представляет физически, внешне, не спрашивает, тут же интересуется, собственно, о старших опытных товарищей, а, собственно, может быть, умеет сейчас уже что-то такое, скажем, начать, что-то такое сделать дополнительно к моим тренировкам и так далее. Ребята, для начала, если вы только пришли в зал, мой совет, где-то первый год развивайте собственный потенциал, увеличивайте силовую базу за счет собственного ресурса, старайтесь научиться просто регулярно ходить в зал, поставьте технику упражнений, научитесь делать все правильно, научитесь соблюдать рацион, то есть завтрак, обед, ужин и так далее. То есть за первый год вам нужно научиться просто жить, как живут спортсмены, потому что у нас все поэтапно и, скажем, да, применение однозначно улучшает результаты и так далее, но это следующий этап. Поэтому, прежде всего, задумайтесь, а готовы ли вы вообще с точки зрения вас самих усложнить что-то, достигли ли вы всего, что можете достичь за счет собственных ресурсов? Ну вот, и если вы в этом не уверены, то пока еще, как говорится, поднатаскайтесь, поднатаскайтесь для того, чтобы результат у вас, как говорится, был значительно лучше, потому что бывает человек что-то там начинает, у него, поясняется, нет времени стабильно ходить в зал, нет времени питаться, он жалуется, что нет показателя прироста, ничего не меняется. Разумеется, что это очень ответственный, серьезный шаг. И начинать его надо, если только вы уверены, что несколько месяцев, пока вы будете, соответственно, тренироваться, у вас будет на все время. То есть, наверное, вот это вот самое главное, что я бы хотел порекомендовать. Не пробуйте заниматься серьезно, если вы физически его себе позволите. Потом, опять же, очень много зависит от того специалиста, со которого вы работаете. Люди по-разному смотрят на вещи. То есть, бывает, что с самого начала у новичка идет какое-то немыслимое количество препаратов, какие-то немыслимые дозировки. То есть, я категорически против этого. Вообще, на самом деле, у нас есть достаточно много врачей, которые очень хорошо в этом разбираются. Ну вот, и может быть, даже, я советую для начала, знать анализы, посмотреть, все ли у вас хорошо с гормональными фонами, нет ли у вас каких-то отклонений. Потому что, ну, на самом деле, эффективность напрямую зависит непосредственно от вашего здоровья. Если с гормональными фонами все в порядке, и врач дает добро, то начнется с тех прожиточных медицинских минимумов, которые, как правило, обусловлены именно медицинскими значениями. Совершенно верно. Причем они работают очень хорошо на первом периоде, даже в течение года, скажем, при двух месяцах, допустим, применении, последующих двух месяцев отдыха, даже можно вот в таком интервале, два-три месяца отдыха, может быть, зависит непосредственно от прироста человека. Это все прекрасно работает, то есть не надо пытаться, там, повышать, скажем, дозировку, увеличивать количество. Потому что 365 дней на минимумах вы можете прогрессировать. Если вы будете правильно питаться, четко заниматься, делать все верно. А вот такой вопрос очень тоненький. С частоты твоих знаний, твоего опыта, да, если бы отмотать время назад, какой был твой самый первый курс? Что вы попробовали? Все, что ты знаешь, отменили для себя, да? Если пришел, если ты в прошлом рассказал, на, вот эту, попробуй, так будет правильно. Ну это было для себя лично. То есть не рекомендации для людей, что будет для себя? Ну скажем, грубо, грубо. Инъекцию, препараты типа сустанов или инантра раз в силу. И я думаю, что вот, скажи, четко, я его не удалю. Если так, как бы представить, по размышлению, я его не удалю. Ну вот, то есть, поэтому вот как бы первое, вот с чего бы начал, и надо было бы вот так. Интересно. Итак, теперь, следующий вопрос. Вопрос такой, еще тема такая. Есть теория, что полное восстановление мышцы происходит 48 часов. Сейчас спрашиваю, можно ли, основываясь на этом заключении, тренироваться в фуллбаде, то есть полной травмотостью тела раз в 48 часов при тренировке? И будет ли давать хороший рост, прогресс именно в плане бодибилдинга? Думаю, нет. Ну, прежде всего, наверное, скажем так. Да, существует понятие 48 часов, прогресс 72 часа и так далее. То есть, ну, вообще, за мной просто вот период работы в этой сфере, я могу сказать, люди отличаются кардинально. И, несмотря на это общее понятие, ну, примерно так же, как при росте, там, допустим, 178, нужно весить 80 килограмм. То есть, это же опыт, например, не всем подходит. Есть люди, которые восстанавливаются мгновенно. То есть, они приходят через, там, скажем, день заниматься дальше, они чувствуют себя великолепно. И они готовы чуть ли не ту же самую мышечную группу прорабатывать и прогрессировать очень быстро, как нервный процесс. Есть люди, которые очень тяжелые подвигом. Они бывают после тренировки, неделю себя чувствуют очень плохо. У них все болит. То есть, здесь тренер-стагист, да, на таком уровне. Кстати, бывает при минимальных нагрузках. То есть, человек может сделать три подхода, приседания на кончике, например, первый раз в зал по 20 повторений, уйти на неделю и потом не вернуться, потому что он вообще не может ходить. Поэтому, вот, от уровня, наверное, подготовленности, от вашей генетики напрямую зависит то, сколько вам отдыхать. Но бодибилдинг, это, прежде всего, скажем, такое направление, в котором необходимо внимательно уделять время каждой мышечной группе. То есть, если вы по чуть-чуть делаете все и все время, наверное, какого-то развития вы добьетесь. И что-то, конечно, вам, может быть, будет нравиться, но от соревновательного, скажем, спортсмена вы однозначно будете отличаться. Потому что, ну, не мной, а уже давно придумано, что тренировка, которая длится в районе часа, должна быть посвящена одной-двумышечным группам, после чего с ней был отдых и так далее. Поэтому я против того, чтобы человек за одну тренировку все прорабатывал, потому что эффективность будет крайне низкая. И также фаза восстановления должна быть подобрана личному маме, по собственным ощущениям. Это то, о чем я говорил в начале. Набирайтесь опыта, учитесь себя чувствовать. То есть, если вы потренировались и вы реально ощущаете перетерированность, усталость, возьмите день-два отдыха. Если вы готовы пойти в зал, то я думаю, что вы идете в зал и тренируетесь дальше. Единственное, у новичков часто существует такой фактор, эмоциональная такая возбужденность, когда человеку хочется заниматься каждый день по три часа, не вылезать из зал, после чего человек через месяц уходит навсегда, потому что он перетренировался. Да, скорее не качковый момент в определенном смысле. Я рекомендую все-таки тренироваться, даже если вам этого очень хочется, но вы занимаетесь совсем недавно, максимум по часу и максимум четыре раза в неделю. То есть, это будет какой-то показатель того, что вы не перетренируетесь. Дальше, конечно, уже зависит от человека, но если вы после моего рассказа побежите заниматься два часа каждый день на протяжении недели, то я скажу сразу, я такой мясоё. Вопрос следующий. Человек очень плохо себя чувствует при отсутствии сладкого в рационе. То есть, именно сладкого. У него плохое настроение, угнетенное, у него разочарование. И он говорит, больно, темно, холодно, ему плохо. И он пишет, ну хрен бы с этими чувствами, въед держать нужно, но реально не работают мозги. Как помочь ему в этой ситуации? Ну, на самом деле, тема сахаров, это особая тема. Я могу сказать, что я вообще резкий противник всего сладкого. То есть, я сахара не люблю, не употребляю, и другим не советую, потому что они вызывают различного рода изменения в лучшую сторону в организме. То есть, у нас иногда тугоплавки, целлюлитный жир образуются в организме именно за счёт сахара, а не за счёт жирной пищи. Отказаться от сахара крайне сложно, если вы и вовсе уже съели. У меня были ситуации, когда при составлении диеты людей болели головой. По полмесяца бывало, когда тянет что-то, резкое состояние депрессии. Наверное, скажем, это сложнее, чем бросить курить. Отказаться от сладкой пищи, которая вам очень нравилась. И здесь, ну скажем, не каждый, может быть, сможет это сделать. Как не каждый сможет бросить курить. Так не каждый сможет отказаться от сладкого. А не потихаря после тренировки шоколадочка, да? Долгом. Может быть, да. Но на самом деле советую ещё запасись терпением, потому что организм привыкает ко всему. Период может быть долгий, может быть даже полгода. Придётся вот так вот терпеть. Но в одном, как бы, потихонечку смириться с этим. Потому что сейчас просто на уровне нервной системы он хочет что-то сладкое, да? Если вообще никак не получается, то, конечно, какой-то процент сахара ему вообще просто, скажем, придётся оставить. Но в разумных пределах чуть-чуть что-то подслащивое. Склоняйтесь, наверное, скажем, в пользу фруктозы, в пользу каких-то аналогов, в пользу сахарозаменителей и так далее. То есть рекомендую ещё потерпеть, и может быть, всё получится. Потому что это действительно сложно. Скажи, это больше физиологическая зависимость или психологическая? Психологическая. Суббота, да? Да, у всех, у нас, в основном, на 90% зависимость психологическая. Когда организм что-то привык получать, он не получает, он всеми фибрами будет требовать это назад. И тут нужно проявить характер, сжать кулаки, ему сказать «нет» и говорить так несколько месяцев. То есть это нормальная ситуация. Ясно. У нас такой вопрос, знаешь, очень тонко друг за другом выстраивается. Следующий вопрос такой, опять же касается питания. Человек уже смотрел твои видео, рассказы твои, очень заинтересовался таким моментом. То есть на его взгляд, что такого здоровенного дядьки, ты кушаешь очень мало, на его взгляд. Пожалуйста, расскажи сейчас, вкратце, смотри, что на данный момент, после соревнований. И почему на самом деле ты не такое огромное количество пищи потребляешь? Ну, скажем, всё относительно. Я всё-таки не могу сказать, что я ем прямо-таки мало. Я больше, чем школьница. Ну вот, я ем больше, чем школьница. Даже, может, больше, чем школьница. Ну вот, то есть, на самом деле, ну скажем, в период, когда у нас, ну, заметно, межсезонье, я набираю массу, я съедаю, в момент, около, может быть, ну, скажем, 300-300 грамм сухой рисовой крупы в день. Добавляем ко всему этому, там, чашку овсянки. Ну вот, я имею в виду, тоже сухой крупы. Добавляем к этим генем. Зачастую бывает, когда заложу себе его на коснователю много. Ну вот, это, наверное, что касается углевода, да? То есть, где-то около килограмма куриного мяса, ну, около десятка яиц. Ну вот, творог бывает. Добавляю по настроению. Вы знаете, вот, в своем ролике, когда я вам показывал рацион своего питания, это касалось, скажем, уже фазы, которая была перед самой подготовкой к соревнованиям. То есть, там рассказывал, как я на массе питаюсь, и перед самим соревнованием это касалось периода, когда вот прямо вот мне уже надо было начинать что-то ужесточать. В принципе, я могу, ну скажем, под настроение еще дополнительно выпить порцию протеина, могу под настроение еще дополнительно выпить порцию генера, ко всему, что я сейчас сказал. Могу дополнительно съесть там пачку творога, очень даже легко, поэтому в целом в межсезонье у меня набегает, ну, достаточно, я не замерял количество калорий, но я думаю, что в рамене, может быть, там тысяч, может быть, там четырех с половиной, наверное, у меня точно набирается. Если брать период подготовки к соревнованиям, то у меня такие обменные процессы, которые требуют по чуть-чуть принимать еду достаточно регулярно в течение дня. То есть, да, я все резко ограничу, я почти ем углеводы, то есть у меня бывают периоды, когда я не принимаю углеводы вообще. И, что касается белка, то, скажем, там, место куры я могу есть в этот период, там, килограмм рыбы, а яйца ограничены до пяти, в братьевских вообще белке. Но, наверное, да, период, когда действительно я ем, ну, он того-то не будет. Это приводит все к такому катаболизму, что у меня начинает распадаться резко жировая ткань, то есть появляется деталировка качества, то есть в этот период, да, я ем крайне мало. Ну, если взять, например, ну, скажем, мой рацион сейчас, вот мы с вами все разговариваем, вот сейчас я вешу около 114 кг, ну, скажем, тренируюсь в среднем режиме, потому что в октябре будет соревнование, и до января я, как-то, такой организм, там, большой отдых от больших весов, нагрузок, то есть я сейчас просто, скажем, поддерживающий режим. Я посыпаюсь с утра, съедаю пять яиц с желтком, тарелка овсянки с добавлением, кстати, вашего протеина, то есть я прямо в овсяную кашу черпак протеина, все, смешу, сейчас шоколадную кашу еще, знаете. Сладенькая, 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 очень вкусно. Дорога сладкая. Совершенно верно, это один из вариантов, как вы можете попытаться обмануть свой организм. Ну вот, после этого я приезжаю домой, я съедаю сразу два пакета риса по 60 грамм с добавлением помидорово-буречного салата. После съедаю рис, едем салат. Ложусь часок отдохнуть, просыпаюсь, и сейчас я решил отдохнуть от грудок, может быть, не совсем верно, но я переключился на куриное каракань. Я просто тушу куриное каракань и съедаю, скажем, по настроению от двух до трех карачков, зараза, не могу найти в продаже, приходится именно на каракань верить. Ну, значит, где-то три куриных укорока я съедаю, приезжаю в зал, работаю, после чего я съедаю еще пакет риса, и на ночь я съедаю еще, скажем, три куриных укорока. Это вот буквально как я ем сейчас. В дни, когда я тренируюсь, после тренировки, разумеется, я тренирую порцию протегера. То есть сейчас я геймер не ем, потому что я просто могу оттечь. Вот, наверное, вы такие считайте сами, мало это или много, то есть здесь очень массивно, да, есть люди, которые там килограммы риса, за два раз едают, два килограмма грудок, скажу так, я сейчас только просто не вищу. Но вот, но в целом, наверное, по меркам людей, которые выступают, я нормально абсолютно, скажу так, все примеры набирают те же самые колонны. Отлично. Следующий вопрос. Он более такой узкий, то есть человек спрашивает такое, он тренируется один, без партнеров, займочных, никого нет, спрашивает, как ему тренировать грудь. Одному, какими упражнениями, лучше в каком порядке их построить. Но я немного расширю вопрос. Как вообще человеку тренироваться, если тренируется один? Какие упражнения? Стоит ли им путаться здесь на большие веса? Как, твой взгляд? Первый момент, который тут тоже нужно уточнить, был такой восьмикратный мистер Олимпий, его звали Лиханей. Он говорил в своем интервью так, когда вы приходите в тренажерный зал и начинаете заниматься, то вам потребуется человек, который будет страховать вас в подходах и являться вашим партнером на тренировке. Но он говорит, я занимаюсь много лет, и мне такой человек, в принципе, и не нужен. Поэтому, опять же, здесь зависит от опыта, прежде всего. Есть спортсмены, которые благополучно делают даже самые опасные упражнения, и можно сказать, на раз они жмут, допустим, что они в груди лежат, но что-то около того они выполняют, и совершенно не боятся, что их предают, потому что у них заключали 10 лет тренировок, и они знают, что делать. Есть категория людей, которые просто без напарника этим заниматься не могут, какой-то патологический страх того, чтобы прижать штангой, то есть им нужен. Есть новички, которые мне задают вопрос, вот как мне там, что накачать, и когда я ему задаю вопрос, что у тебя есть, он говорит, у меня в задании ничего нет. То есть здесь, опять же, от оборудования зависит, потому что если вы занимаетесь в крупном фитнес-центре, где есть все возможные тренажеры и так далее, это одна, скажем так, грань. Если вы занимаетесь в какой-то там минимально оборудованной дворовой качалке, где у вас только две гантели и штанги, это другой разговор. Но если грубо, то я рекомендую, вы пришли в зал, вы занимаетесь, вы занимаетесь самостоятельно, у вас нет опыта, у вас нет уверенности. Не делайте упражнений, в которых вас может, скажем так, придавить, то есть если здесь существует альтернатива, вместо жима штанги сделать жим гантелей, лучше пожмите гантели, потому что их, в крайнем случае, просто бросите на пол, со штангой вы можете лечь, она у вас будет лежать на груди, вы будете кричать «помогите», может никто вам не поможет. Потом, конечно, рекомендую, скажем, не забывать про такие движения, как разводка, то есть комбинируйте жимовые движения для груди с движениями, которые растягивают грудные мышцы. Обратите внимание, что вообще у вас есть в зале непосредственно для груди. Рекомендую не зацикливаться, есть такая привычка, человек любит выполнять стандарт, например, начинать тревогу жим штанги лежа, потом я делаю разводку с контейнами, потом, допустим, я в бабочке, посвожу вот так вот и все. Импровизируйте, то есть, если мы берем с точки зрения бодибилдинга, у нас не ставится задача поднять, в первую очередь, например, большой вес, сколько максимально проработать мышцу под все возможными углами. И поэтому здесь я рекомендую, вот даже тот же, допустим, жим-контейн вы можете выполнять как в горизонтальной полосе. В следующей тревоге попробуйте под небольшим углом, на следующей попробуйте скамейку поставить вниз головой, у вас из одного движения уже получается сразу дым, достаточно безопасно. Потом, допустим, вы решили поделать разводку, вы также можете поменять углы. Добавьте к этому, если у вас в зале какие-то жимовые станки, поработайте на них, почувствуйте, где вам больше нравится. И также добавьте их, допустим, для разнообразия в вашу тренировочную схему. Но я не рекомендую, опять же, тренировать грудь больше, чем, например, 20 минут. То есть, вот все, что я вам скажу, необходимо в 20 минут уложить. И по истечении того срока вы должны переключиться на другую мышцу. Одним словом, выбирайте движение по безопасности. Усредните веса. Пока, если вы недавно пришли в зал, то вот, скажем, выжимание, допустим, какого-то экстремального веса на раз часто не подходит новичку не с точки зрения выносливости мышц или силы, а с точки зрения частной выносливости связок и суставов, потому что они привыкают к нагрузку гораздо медленнее. Бывает, человек уже что-то физически себя чувствует хорошо, но он начинает что-то выжимать на раз, и он получает травмы вдруг с связки. Потому что связка еще не готова. Запаситесь терпением, вы должны быть уверены, да. И, конечно, если есть возможность попросить вас подстраховать, не пренебрегайте. Бывает, человек самостоятельно что-то делает, ходят люди в зале, могут вам помочь. Вверху он подъезжал, он лежит, к нему бегут. Ну, собственно, вот таким моментом. Отлично, спасибо большое. Теперь вопрос, ну, не знаю, я бы не ответил честно. Итак, хотели бы узнать твое мнение по системе тренинга МАКС.ПОТЕ.ПОЛА.ДЕЛИА. Набор слов. Набор слов, к сожалению, наверное, ну, скажем, к сожалению, может, к счастью. Я же не знаю, о чем речь, я не знаком с этой системе. Итак, мы его найдем, посмотрим и в следующем ролике скажем свое мнение об этой системе. Да, на самом деле, я тоже люблю учить какие-то новые системы нам, да. То есть, я сейчас смотрю всякие видео, с такой не сталкивался. Мне самостоятельно, я запишу вам, Руслан, название всего услышанного, и обязательно ознакомлюсь и скажу свое мнение. Ну и второй вопрос такой. По какому принципу стоит тренироваться спустя первый год тренировок? Считается ли человек уже еще новичком или он уже в среднем этапе развития? Прошел год человек, изучил технику, поставил ее, вроде бы нормализовал режим. Ну что, вот как второй год можно начинать делать? Мы, давай, Руслан, рассмотрим такой вариант. Человек, который этот год позанимался, действительно поставил технику. Он уже уверен в себе, у него что-то там получается, уже какая-то силовая база. Бабушка пришла по дороге. Да, бабушка, друзья, и друзьям неприятно стало. Они спрашивают, что ты делаешь, я подхожу в зал, они начинают интересоваться. То есть, у парня есть прогресс не только по, скажем, весам, а в зеркалу и так далее. То есть, его замечают. Здесь, на самом деле, я, прежде всего, хочу посоветовать вам смотреть широко. То есть, есть люди, которым, ну скажем, просто визиты в спортзал для того, чтобы выглядеть хорошо, являются достаточной меркой. Им большего не надо. Есть люди, которые через год вдруг начинают чесать голову и говорить, а может ли вам пробовать выступить на соревнованиях? Потому что, то есть, я чувствую, как у меня все растет, и здесь все зависит от вашего таланта. То есть, если вы, занимаясь вот этот год, продолжайте расти, прогрессировать, то есть, у вас как бы, ну, прошел тот год, у вас все движется по схеме вверх. Я сейчас считаю, не надо ничего менять и просто продолжайте так же дальше заниматься, если вам все нравится. Если вдруг за этот год ничего подойти, вы попали в застой, то, возможно, наступил период для того, чтобы поменять тренировочную схему. Зачастую даже не пытаться поднять больший вес во что бы то ни стало, организм не готов. Человек думает, вот я подниму на 10 кг больше и начну расти. Нифига, подумаю, получите травму или более того. Попробуйте заменить упражнения, в которых вы работаете. Иногда даже кардинально можете поменять схему. Сделайте совершенно другие тренировки, там, для тех же грудных мышц. Опять оборудование в зале, да, то есть, желательно, чтобы оно было. Следующий момент, да, если вы почувствовали, что вы хотите, там, допустим, попробовать выступить на соревнованиях и так далее, здесь, конечно, необходим опытный наставник. Но бывает такое часто, что человек, занимавшись в год, добавляет настолько много и хорошо, что он может попробовать, я не говорю, что стать чемпионом, но, скажем, побороться за призовую пятерку, там, на какой-нибудь, там, в каком-нибудь чемпионате, в какой-нибудь категории, то есть, такое часто бывает. И не надо этого бояться, попробуйте и выступите на соревнованиях, но вам нужен, по-моему, опытный наставник. Потому что если вы делаете в одиночку, скорее всего, выломаете дров. Вот здесь от ощущений, одним словом можем подвести, да, итог зависит, все нравится, продолжайте. Не нравится менять тренировочные схемы, не упирайте в попытки поднять больше, а просто поменять схему тренировок. Если вы чувствуете, что вы хотите сделать следующий кардинальный шаг, не бойтесь всего и не делать. Отлично. И теперь, как я обещал, вопрос лично от меня, да. Родной классик, я в этом участвовал, очень достойную форму выставил. Расскажи, пожалуйста, как эту форму довести на самолете через океан? Потому что, ну, действительно, у меня же ребята выглядят очень здорово, они готовятся, а по итогу места, ну, незаслуженно низкие. Потому что что-то происходит с ними, то ли снегирсами в самолете, там, стихаря заставляют. Скажи, пожалуйста, что ты делал? Думал ли ты об этом, на то, что все-таки может это произойти при перелете, да? Другая страна, другой микроклимат. А скажи, пожалуйста. Ну, могу сказать такие общие свои наблюдения. Ну, скажем, специально как-то там расчетом своего полета и пребывания в Мадриде я не занимался. Четко сразу, ну, могу сказать, что нацелился там купить себе мультиларку, что я и сделал. Потому что надо недугодовать, мне очень хотелось отсюда из России-то тащить. Ну, вот, я старался минимальный багаж какой-то взять с собой. Ну, вот, опять же, с учетом того, что там в изобилии магазины, ну, там очень хорошее качество продукции, цены ниже, чем у нас. Например, на то же мясо. То есть там при наличии той же мультиларки можно вполне все готовить. Проблемы с едой, как таковой, не существовало. Вот на период перелета, который длился, наверное, часов шесть точно, то есть суммарно, потому что у меня был транзитный самолет, у себя в Берлине высаживался, я взял с собой креветки в таком вентилированном контейнере, несколько, скажем, мешков креветок среднего размера, чищенных креветок среднего размера. Я заранее приготовил, сложил в этот контейнер и подорожу в самолете. Я эти креветки ел, забиваю небольшим количеством воды, и так, не могу сказать прямо там, ну, как часто, по настроению. То есть я чувствую, что я проголодался, немного креветок поем. Удобная пища, например, когда не воняет, потому что когда человек открывает контейнер с грудками, в самолете зачастую его просят закрыть этот контейнер назад, или выйти из самолета, да. То есть так же, как я не люблю особенно возиться с рыбой, ходить застревать в городе, еще что-то креветки, универсальная такая пища. Но главное, чтобы они были чищены, надо же сидеть чистить в самолете, это тоже не очень удобно. Вот это составляло мосту моего лица вону, пока я летел. Ну, яблоки, зеленые яблоки, так же так, подъедал, забивал это все водой. Ну вот, что еще происходит, когда вы выполняете долгий перелет? Когда вы приземляетесь, на месте проведения соревнований уже находясь, то период около 10 часов, это может быть 12 после приземления, ваши боли накапливают огромное количество жидкости, потому что вот из-за всех этих изменений давления, когда вы выходите с самолета, у вас вместо отчерченной грудни, с которыми вы улетели, скорее всего, будут враги отекшие колобашки, которые, наверное, новичка просто шокирует, он будет не готов к такому, это нормально. И что бы вы ни делали, в течение, скажем, ну, минимум, там, 8 часов они будут такие. То есть я стараюсь, приехав, сразу растянуться, закинуть ноги повыше, то есть как-то стабилизировать вот этот свой водный баланс в организме. Ну, ладно, это нормально. И потому, наверное, я рекомендую, что если вы куда-то летите, собираетесь выступать, то прилетите чуть-чуть заранее, чтобы этот эффект к моменту выхода на сцену у вас уже ушел. И в противном случае просто вы проиграете, ну, как минимум, более не те же, да? Ну, вот на взвешивание, кстати, я прилетел в тот же день, когда было взвешивание, именно с такими слегка отекшими глинями я и попал. Но именно, что касается взвешивания, скажем, момент не столько принципиальный, там, внешне, сколько надо определить вес парсмена, запомнить документальную часть, поэтому, наверное, на взвешивание это было не криминалом. Ну, вот. Но потом к соревнованиям, конечно, я так, ну, скажем, встал и стал лежать, расслаблял свои ноги, чтобы этот эффект ушел. То есть это однозначно тоже бывает, поэтому прилетайте в семена чуть-чуть заранее, будьте к такому готовы, да? Разумеется, психологический момент важен для многих. То есть с учетом, наверное, скажем, опыта, я выступаю достаточно давно, я не нервничаю. То есть зачастую бывает качество спортсмена зависит от состояния в мирной системе. Если он куда-то прилетает, это крупный чемпионат. А World Classic, по сути, это практически чемпионат мира. Приезжают со всей планеты спортсмены. То есть у некоторых, кто, скажем, помоложе, я не знаю, менее стабилизируют психически, тот чувствует мантраж. Из-за этого может и пленка воды под кожей проявиться и общее состояние. Тонус, как бы, не в лучшую сторону сказаться. Поэтому старайтесь сохранять воюшку, потому что вы все-таки не на бой едете, где вас могут убить, а все-таки у нас, конечно, вид спорта чуть-чуть в этом плане более приятный. Только плавки могут украсть, возьмите запасные, да? Поэтому рекомендую также стараться поменьше волноваться, насколько это возможно, потому что уволнение – это враг. То есть старайтесь себя чувствовать спокойно. Сразу же по прилету рекомендую, так время недаром не теряя, понять, что и когда вы в какой момент съедите. Если надо, не тяните сразу, идите в магазин, надейте в магазин, все купите заранее. Ну вот, потому что, в принципе, даже в элементарном гостиничном номере, при наличии той же пароварки, которая у вас будет, вы приготовите себе все и всегда. Запаситесь водой таким образом, чтобы не пришлось там с единочью бежать куда-то. То есть я постарался сразу несколько бутылей качественной воды купить. Взял себе мясо тунца, я про это тоже там в своих видеосюжетах рассказывал, что мне крайне понравилось. То есть это, несмотря на то, что рыба, качественное мясо и с костями все не очень нравилось. Ну и сохраняя, скажем, такое хладнокровие и спокойствие, несмотря на то, что это был первый раз, я вот так вот добрался до сцены. Ну, например, вот если сейчас поанализировать, то, скажем, на будущее я бы с собой взял еще какой-нибудь коврик под стилку, потому что полтора часа на выходе на сцену, вы оказываетесь на бетонном полу за кулисами. Если вы с собой тупо такой коврик не возьмете, то вы будете сидеть, скажем так, просто в таких тренировочных на бетоне, вам будет очень комфортно. Поэтому на будущее, я думаю, у меня так и получилось. Ну вот, то есть я возьму с собой коврик однозначно потом. Ну тоже такой момент, когда ты сидишь вот на этом бетонном полу и наблюдаешь потом происходящее, что те, кто, видимо, приезжают не первый раз, активно что-то делают. Например, ингримироваются, накатывают для себя масло дополнительное, еще что-то. То есть я, опять же, масло, например, не взял. Когда я там сидел, так и подумаешь, в следующий раз я его возьму. Потому что мне необходимо вот как-то вот этого брестка добавлять. Свет везде разный, наоборот классик оказался свет такой, где масло тебя дополняет. Ну вот, поэтому как бы тоже такой был легкий минус. Я эту галочку себе поставил. Ну вот, и параллельно, конечно, чуть-чуть заранее, ну, наверное, я буду в следующий раз начать разогреваться, у меня были с собой резинки, но если, допустим, на чемпионате северо-западом как-то все предсказуемо, ты смотришь на выступления категории, и там более-менее ясно, когда ты выйдешь, народе нас стихийно попросили выйти на сцену. То есть именно так. То есть и получилось, что я еще в этих же самых тренировочных, там, еще не раздет, и вдруг услышал, что мы все отстроимся. Разумеется, начинаешь резко все себя скидывать, пытаться сжиматься, причем представьте, что все это не на русском языке, и категория не только твоя, все ходят вот так вот, народу очень много. Этот выход нельзя пропустить. То есть чаще как-то делать ненужные движения в последнюю секунду. Поэтому, наверное, в следующий раз приехал, взяв с собой коврик, масло и так далее. Палатку. Палатку, да, забил там, чтобы им было совсем комфортно. Да, пароварка будет рядом стоять и что-то там не будет готовиться. Я еще буду разогреваться, чтобы вот так вот резко опять на сцену не выскакивать. Но, наверное, вот за этими казусами других больше не было. То есть и опять же такие моменты, там все-таки свет такой неравномерный, от вас это не зависит, потому что вы встанете так, как вам скажут. Но будет здорово, если вы встанете под более удачный свет, конечно. Ну вот, рекомендую всем. Не знаю, кто был у меня, но говорят, что качество ног было видно хуже, чем, например, качество верха, то есть как-то под лампой не подыгрывал. Одним словом, свет на Арнольд классе, когда в тот же момент удачи вам повезет, то есть к этому нужно быть готовым. Ну вот, так что, вот такие моменты, что касается перелета. А теща с которой надо быть готова, с собой элементарно в контейнере обязательно, что вы должны по моменту перелета рассчитать. Опять же, учитывайте, чтобы вы не сидели там с жирными руками. Ну, жирными быть не могут, наверное, измалывали, как именно. Ну вот, и по прилету сразу же начинайте действовать. То есть положитесь, сделайте все на себя комфортно, ну вот и так далее. То есть в остальном все получается тоже очень хорошо. А скажи, вот идеальный вариант, на твой взгляд, за сколько прилететь? Ты, получается, к развешиванию, да? Ты бы для себя предпочел, там, за два дня, за один день. В этих реакциях, акклиматизация происходит, да? Ты слишком рано приедешь. Вот какой бы ты для себя, на твой взгляд, идеальный взял билет, за сколько приехать? Я бы приехал за два дня. То есть, допустим, если я прилетел бы в пятницу, то выступить бы я хотел бы в воскресенье. Допустим, пролетая в пятницу с утра, проходит суббота, такая вот именно в духе релакса такого, и в пятницу, в воскресенье, ну скажем, желательно, наверное, все-таки не на ночь совсем глядя, наверное, там, часов до семи, до шести, как бы, желательно выйти на сцену. Потому что в период, из-за которого с твоими мышцами ничего в худшую сторону не произойдет, даже если ты не будешь лезть вообще. Ну вот, то есть, они, может быть, конечно, как-то пострадают, но в целом формы остаются очень хорошими. Ну вот, все вот эти вот негативные последствия перелеты, скажем, где прилетаешь там за первый день за ночь, проведем на пятницу на субботу, за первую половину субботы, они все проходят, ты как-то успеваешь привыкнуть ко всему, все увидеть и так далее, и ты спокойно выступаешь на сцене. Все, что больше, ну уже, скажем, не дай бог там что-то как-то не рассчитаешь с рационом, что-то как-то сделаешь с некачественной едой, это ты риск не доваришь и того подобного. То есть, ты можешь пострадать, потому что ты не дополучишь длинное число калорий, и наоборот, съешь не так. Или не то. Или не то. Написано так по-русски, да? Совершенно верно, можно ошибиться, взять свинину, мясо рыбы. Но, соответственно, ты выйдешь на очень хорошую форму на сцену. Поэтому, если в пятницу прилететь, в воскресенье выступать, это самый, на мой взгляд, идеальный вариант. И так. Спасибо тебе огромное. Мы были в клубе Д-Атветик, очень ветеринарного владельца, Дмитрия Крылова. Это я. Это он. Спасибо. Я думаю, что теперь ребята завалят вопросами, уже побольше будет список, и ты совсем сильно устанешь от нас. Что я могу сказать? Спрашивайте, задавайте ваши вопросы. Насколько моих знаний хватает, моих взглядов. Я вам всегда все расскажу, объясню. Очень приятно. Спасибо. Спасибо тебе. Ну вот, с вами был Дмитрий Горов. Со спортом навсегда. Вот. Все. Спасибо.